А что касается новых, вот сейчас мы с ребятами делаем новый альбом, практически все песни уже написаны, сейчас мы их так, играем в концертах, вот у нас был концерт, 8 мая был концерт, вот у нас был концерт, такой бы необычный, что только новые песни, вот, играли мы с этого альбома, рабочее название мне хорошо, но из названия одной песни. Может быть, в конце концов, альбом получит свое какое-то такое специальное название, но идея вот какая, я хочу, что попробую, занимаясь переизданиями вот этих 80-х годов, ко мне попала фонограмма нашего концерта-центра в Выборге, и я, значит, из этих фонограмм смонтировал альбом, который вот тут выходил. недавно, может быть, вы видели, называется «Центр-концерт в Севере», «Центр в Севере». Это мы играли в 83-м году, это наши были такие первые, скажем так, гастроли, за счет школы Москвы, выводил Выборг под видом комсомольской дискотеки, которая проводилась у них там в ресторане «Север». Так всегда происходили все эти концерты, под какой-то эгидой чего-то, и концомольская дискотека. И вот эти ко мне попали записи, она была записана, вот, как, этот концерт, изначально вот исходная запись, которая ко мне попала. Устроитель концерта Выборгский принес на сцену в то время, как в начале 50-х годов были очень востребованы так называемые байфоники. Не помните? Это вот такой агрегатник, в нем кассетник и две колоночки, и радио. Вот были всякие там, кто из-за границы привозил. И у него был вот такой байфоник, но какой-то такой, не шарп, не панасоник, какой-то, какой-то корейский, даже по тем временам уже были такие. И вот, и он его поставил с краю сцены и просто включил на запись, то есть с микрофона. А из-за того, что он же нас еще кинул с аппарата, мы приходим, а аппарата нет, играть не начинал. Вот, Выборгский. Он ездил на грузовике по Выборгу и искал аппарат. Пока я там зрителям анекдоты рассказывал, ну как это занимал. Вот. И кончилось тем, что он нашел один усилитель с колонкой, и мы туда все вошли. И причем, это, по-моему, были в Советском Союзе такие усилки, назывался, по-моему, с ним вот Радуга. Такая белая такая коробочка, транзисторный усилитель, к нему колон. И вот, у меня-то там было несколько входов, причем, еще входы такие были, не джеки, вот такие, как Дины. Вот эти, ребят, да, да. Ну, как на советских еще вот этих, манутофонов были сзади, у меня манутофон-маяк был. Вот, ну, такой вот, да-да. Вот с такими вот... Вега-усилитель. А? Вега-усилитель. Ну, да-да-да. Втекали. Теперь они только на миде остались, вот для миде, вот они такие же соединения. И мы играли. И еще и даже эта колонка, туда, чтобы микрофон был, вот он все. А из-за того, что была маленькая сцена, мы играли втроем, а в составе два человека, два тысячи человек сидели, ну, в такой маленькой колонке просто курили. И время от времени выходили, а кто-то выходил. Вот, Валера, Валера участник этого концерта выбора, вот он здесь сидит. Вот. И, короче говоря, он хуже не бывает, тут пока говорю, хуже не бывает. Потому что звук какой-то, да? Вот. И вот на что записано. И он ее случайно нашел, делал вот кассету, говорю, вот кассета сплыла там через 30 лет. Я говорю, сейчас вот ее отцифрую, и тебе передам вот на DVD вот эти цифровые файлы, а ты же там сам решил. Ну, я слушаю, 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 да, на самом деле ужаснейше все это звучит. Но есть вот эта энергия, которую невозможно передать. Это хоть там это фонит, там мат стоит, потому что я орал на этого. Ну, это даже, у тебя одна колонка, и она вырубается, так? Что-то слышно. Вот. И есть вот какая-то в этом деле энергия. Короче говоря, я отобрал. Из-за того, что там было два концерта, два вечера мы играли. А концерт был в ресторане «Север», а народ сидел под видом дискотеки, там и закуски. Ну, как делалось в СССР, какие-то мероприятия, там бутылочка водочки, закусочка, официанты и музыку. Вот, а эстрада сама, вот, кстати говоря, там на обложке этих зданий сохранилась с ресторана Севера, ну, такой советский железобетонный ресторан. Там второй ярус, и вот где, ну, где в цирке, вот обычно, оркестр в цирке, да, вот там же вот и я стоял. С ребятами на маленькой сцене. А тут внизу сидели, и вот поэтому по ярусу сидели с баллистолькой. Вот. И отобрал я, значит, с этих двух концертов более-менее, ну, как-то на свое усмотрение треки, которые, значит... Ну, есть какой-то уровень качества звука, после того, как я уже выпускать сам не могу, хоть я пишу иногда это архивное звучание, но даже для архивного звучания, ну, я уже не могу выпустить, потому что это совсем не будет. Я еще просто не дошел до этого, что вот, может, дойду, когда-нибудь. Ну, близок уже, да? Вот. Так нет, и оказалось, что вот когда этот альбом вышел, и он вышел перед Новым годом, вот перед прошлым Новым годом, где-то в декабре, по-моему, и ко мне стали поступать, ну, как бы, отзывы, и народ его слушает на работе, в офисе. Вот с таким альбомом центр в офисе на работу не слушает. Вы знаете, что на работе в офисе слушают, да? Нет центра. Вот. А тут слушают, так нам понравилось, причем я вычислил, там не матанет, ничего, там вот просто вот одни песни с минимальными какими-то моими анонсами, там, назвать себя, произвести песню, я все умею. Вот. И один мне позвонил, другой мне позвонил, потом еще и еще, и я смотрю, это получается вот из-за этого ужаснейшего, вот этого исходника, вот из-за ужаснейшего этого, даже по нашим, по нашим меркам, которые очень были низкие, даже по этим людям нравится, людям намного больше, я получаю больше такой какой-то доброжелательной энергии, хороших отзывов, чем от каких-то альбомов, которые мы в студии записывали. И думаю, что-то тут, вот что-то тут не стыкуется, вот, в чем, в чем вот эта вся хитрость. И, ну, стал методом дедукции, это не поэтому, это не поэтому. И я решил, что поэтому, это то, что это стопроцентно живое исполнение, раз. Полный наивняк, два. Ну, полный, мне было 22 года. Всем остальные, значит, там, плюс-минус. Вот, полный наив, так, мы ругруппа из Москвы в этом выборке, в комсомольской дискотеке. Так, вот. И абсолютно, вот, как бы, ну, как вот, и тогда мы играли, не знаю, тут, выговорите, что, тут завтра уже не будет. Вот сейчас будет концерт, и это хочется, может, чем угодно. Арестом, посадкой, выселка за 101-й километр, что угодно. И вот в этом, там, вот я ощутил эту энергию. И мы с ребятами как раз набрасывали, где-то еще песня, не написал данного альбома. Была идея вот сделать новый альбом, потому что у нас появился в группе Женельниц, который гитарист, а до этого у нас был клавишник. То есть, вот мы клавишник поменяли на гитариста. Что, в принципе, был такой центр у нас в 80-е годы, когда были только одни гитары. Потому что Алексей Локтик, когда он еще с нами был, у него все время были переломаны пальцы. Он дрался со своей женой постоянно. Он приходил, у него гипс на пальцах, он так его снимал, клал, что-то играл, и опять и делал. Вот. А потом он уже погряз в этой наркоте во всей, и уже не приходил. И так, и он сошел, значит, с нашего поля, а потом его посадили. Ну, на этом все кончилось. Его музыкальная, значит, карьера на этом была завершена. Вот. И мы играли просто как гитарно-барабанный состав. И как раз сейчас у нас гитарно-барабанный состав такой. И я решил попробовать сделать запись в одного альбома центра в тех традициях, в тех, в начале 80-е годы, когда у нас студий не было вообще никаких. А могли бы записаться только на стерео. И иногда их бывало два. Вот пишешь на стерео раз, а вторая, вот что-то еще во время накладываешь уже на то стерео. Еще что-то, и вот готов альбом стерео летних линий. И вот я решил возобновить вот эту технологию такую. Это даже не low-fire. Low-tech – это no-tech. Уже дальше некуда. То есть проще не бывает. И если кто видел, там у нас на сайте появилась композиция, называется «Кто там еще будет?». И вот мы ее так и записали. То есть на репетиционной базе на одной, где еще есть опции телевизионной трансляции в интернет, так мы тебя называем, телерепетиция. Вот. И мы там ее записали. И вот там так и получилось. И я планирую вот этот альбом сделать именно таким образом. То есть вот упразднить студию. Что группа идет в студию. И пишется в студии, я вот это хочу упразднить. И хочу еще попробовать, а вообще можно ли. Потому что есть несколько чисто практических моментов. Студия стоит дорого. Дорого стоит. И поэтому там это почасовые оплаты, это все туда-сюда. На тебя все время где-то там действует. Ну, надо вписаться в бюджет, потом деньги кончаются, потом надо искать деньги, потом еще платить, там еще как с ними договариваться. А так студия вообще не нужна. Вот есть репетиционная комната, вот там можно записать. С концерта тоже можно записать. А все это я говорю вот из-за того, что вот я как бы так подытожил, почему так на людей хорошо управлял этот концерт в севере, в Выборге. Потому что там есть вот это. И сохранить вот именно эту, как бы такую изначальную, наивную и какую-то такую презентацию, которую в студии не добьешься. Когда, как только начинает группа играть поканально, сперва пришел барабанщик, записал свои дорожки, через недельку подъехал бассейн, что-то записал. Получается хорошо, но вот этого нет, этого просто невозможно записать. И если это удастся, ну, естественно, вам как слушателям, потом я просто рассказываю, просто будет интересным ваше мнение, как это нам удалось или нет, то тогда я говорю, как шутку, что вот интернет обесценил музыку, да? Он сказал, все бесплатно теперь, да? А вот я обесценю студию. Владимир в студии здесь нет? Ну, хорошо. Меня еще пока не подстрелят сейчас на выходе. На самом деле, я говорю, что вот из-за всех таких технологий, компьютеров, шикарно стало и записываться, и все это как стало доступно по цене. Ну, относительно доступно, конечно, но опять же, это не какие-то там запредельные суммы. Все сводится к непосредственному исполнению, к непосредственному восприятию музыки. Вот те люди, которые сидели на Новый год, там выпивали в этих офисах, ну что, вот те люди, которые входят в категорию офисный планктон, да, я не говорю, у них это плохо, ну просто очерчивают, да, вот что это за публика, врубает вот этот концерт Север и рубится под него, там, уже под Новый год. Вот где-то все кончается. Им все равно, как я так скажу, я затратил ноль долларов или миллион долларов на сексе этого альбома. Во-первых. Во-вторых, сейчас люди снова слушают музыку как? Вот в этих, в айфонах, в айподах, в машинах, то есть о каком-то вот этом уровне аудиофила, вот есть такой у нас термин, даже журналы такие есть, которые рассказывают об аппаратуре для аудиофила, где сетевой шнур от розетки до усилителя стоит тысячу долларов, который невозможно отличить от шнура за 10 центов, невозможно. ему просто идет ток, но потому что это вот, сами понимаете, вот, эту музыку так уже никто не слушает, никакого не слушает, как бы люди там не плевались про МП3, про вот эту цифру, любители вот этого винила, я сейчас опять буду говорить ересь для кого-то, но я считаю, что ты вот ревайл винила, вот ты, да, Варман сидит там, да, сейчас, подойдет, потом выскажу. Мне кажется, ревайл винила, это, в основном, такой фетишизм, поверьте мне, я могу различить хороший звук от плохого звука, и вот это я все знаю, я жил в Лос-Анджелесе, я там этих винилистов насмотрелся, но для меня это, это вот, это какая-то фетиш, да, фетиш, вот любит, любит человек одевать вот эти лакированные туфли на платформе, да, вот, обожает, без них он, он, вот такая фетиш, да, ну, вы знаете, да, что фетиш, что человек, бывает, и вот мне кажется, что этот винил, он имеет вот какую-то, подоплеку от какого-то фетишизма, вот, друг друга встречаются, вот они меняются, они вот, нюхают, нюхают именно, потому что он пахнет как-то, да, 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 вот, и поэтому, что касается, Эдзин, надо каждый раз вставать, переворачивать эту пластинку, вот, и поэтому, я вот пока не пересдаю, не знаю центр на виниле, вот я еще не дошел, пока это есть, на компакт-диске, да, ну и просто, а теперь Союз залил весь этот центр на iTunes, вот, достижение, у меня кто-то парень пишет, говорит, ну все, Вася, стал бессмертным, потому что, говорит, вот все может там произойти, там, ядерная война, а вот это останется, тайчус останется, так что все, можете спокойно помереть, так что, вот мы делаем такой, даже не знаю как, лоу-фай, ноу-фай, ну скажем так, ноу-студио альбом, с бюджетом 0 рубля на копеек, и посмотрим, что на выходе получится, вот, мне кажется, тут будет очень хорошо, мне кажется, и поэтому тогда получается, отчего тогда вот последние 30-40 лет вся вот эта аппаратура, она так развивалась, развивалась, оказалось вопрос, там дошло до того, что там, в Лос-Анджелесе, ну и здесь уже стали, вот эти, студийные, у которых деньги есть, значит, ребята, они покупают какие-то компрессоры за 10 тысяч долларов, такие, какие-то, Авалон, ну там всякие, вот он его поставил в этот фрэк, вот он у него стоит, он стоит 10 тысяч долларов, компрессор, он вообще ничего не делает, он компрессирует, все, вот 10 тысяч долларов, вот 20 тысяч долларов, вот еще там тысяч долларов, вот еще, и все это выливается в дикие деньги, которые просто стоят, Ну, это опять вот любители, это своего рода же как антиквариат, то есть там тоже, когда началась эта мания винтажных гитар в Америке, а я наблюдал, как это произошло, я считаю, что во всем виноваты японцы, вот этим экстазом винтажного всего, ну, по крайней мере, гитар, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, вот эти всякие старые стратокастеры, телекастеры, гибсоны. У меня был приятель, гитарист, у которого был блюзовый ансамбль, традиционного блюза, они играли время от времени, в Лос-Анджелесе, это был, наверное, год 91-й, и он меня пригласил, и там, в районе Universal Studios, там, где вот этот 101-й фривей, был, может, до сих пор есть маленький-маленький клуб, назывался Бейк Потейто. Вот, печеная картошка, и там, наверное, зал, мест на 70, он такой, как бы, кафе, клуб, ну, в общем, сидишь, у тебя столик, ты сидишь за столик, со скатертью. Я пришел на их концерты, значит, заполняется народ, я чувствую вот что-то не то. Вокруг меня одни японцы, вот, я и 69 японцев. В костюмах все сидят. Слушают этот блюз. Ребята хорошо играть, американцы хорошо играть вот этот, американский блюз. Все хорошо. Они сыграли, все, собираются, ну, я посмотрел, и вот парни звали Чак. Говорят, Чак, слушай, а что, какой японский квартал, что ли? Говорят, я не знал, тут их нет, а вот тут набилось. Он говорит, нет. Они сюда приезжают на викенд из Токио, вот летят на самолет Лос-Анджелес, послушают вот такой блюз. То есть, вот они все приехали на викенд на субботу-воскресенье, так. А из-за того, что они любят блюз, им нужно что-то вот, ну, на память. И вот они стали покупать эти старые гитары японцев. И вывозить к себе туда, в Японию, и вешать дома на стену. Как, ну, как произведение. Местными сейчас, смурайскими. Ну, да, фетиш, да, как фетиш. Американцы, народ практичный, гитар-то этих немного, они хотят вот старые, вот именно старые. Потому что эти старые гитары, в определенный момент, валились где-то в гараже, там, на какой-то полке. В пылищ, который, ну, просто как хлам. Так, понято, стали, ну-ка, давай-ка. Там, вот, подмарафетил, все. И они стали за дикие деньги гитару продать, которая стоит ноль вообще. Вот, ну, она лежала в гараже, там, вот. За пять тысяч долларов купить? Куплю. До свидания. Увезай. Вот, и возникло, вот в Америке, называется, cottage industry. Вот это, такая, индустрия коттеджей, но, когда имеется в виду, это какая-то такая вот бизнес, но он очень мелкий, связан с чем-то, вот, связан, да. Да, вот такая чисто американская, это, ну, такая, что ли, традиция, вот. И все стали шастать по этим гаражным сейвам, смотреть-то, может, там какой-нибудь гипсон там или еще какой-то, чего-то, как-то. И это дело стало принимать формы заболевания, на самом деле. Дошло до того, что уже музыканты, там, типа, Лени Кравиц или Том Пети, они настолько в это дело въехали, что они в студию не хотели писаться, если у них провода в студии, сделаны после 64-го года. Я не шучу, это, наверное, у нас, документально, все, туда-сюда. И я-то вот бывал в таких вот студиях, такое ощущение, что находишься где-то, знаешь, в колумбарии. Такое ощущение, что кого-то мертвого сняли, понимаешь? Какая-то такая вот атмосферка тоже. Вот, и так и получилось вот это. И сейчас это целая индустрия. Теперь новые гитары они делают, они их долбают специально, чтобы они были, там, Роуд Ворн называть, типа, на ней уже где-то погастролировал, типа, на нем совсем какие-то царапины, выбои, она там, как протерта краска. Это делается специально на заводе.